Я не знаю, что сказать, по той простой причине, что понятно, что эта вся ситуация для меня полнейшая цель. Бред в голове не укладывается до сих пор, с каждым, наверное, днём нервы всё слабее, но надо держаться. И, насколько я себя помню, папа всегда занимался раскопками, всегда делал книги, занимался историей. До случившегося события я, наверное, не знала, на самом деле, какой его работа, его дело и то, чем он увлечён и зачем мы наблюдаем каждый день. 24 часа в сутки, насколько оно имеет больший штаб общественности, которая его уважает за это дело и что он на самом деле сделал. Просто мы как-то не то, что не особо интересовались, а интересовались и спрашивали, ну, что да почему, за что там людей расстреливали, наверное, нам было просто интересно, как дети. И он делился чем-то, но мы больше не углублялись. 20 лет назад, будучи её взрослым, папа позвал меня с собой в командировку. И в тот раз мы и обнаружили, как-то, да, папа и обнаружил это место в Сандрымок. Вот. Теперь я не езжу с ним по парень на местах, точнее, не каждый год у меня получается ездить, да, ну, кто ездит мой сын. То, что случилось, я не знаю, я считаю, моё мнение, да, что, наверное, не всем угодно то, чем он занимается. Просто не очень хорошо себя чувствует, вчера был суд, суд, который, к моему большому сожалению, с моего, на мой взгляд, больше похож, наверное, на цирку. Потому что на первом заседании его привело 10 конвоиров, да, и, наверное, 3 здоровых бала стояли возле дверей, не знаю, что там лежит. Мы ждали, хотели попасть в сервизор или таким образом думали, что люди там будут вырваться неадекватно, да, себя ведя, но тем не менее мы в психику, скажем, это сказывается. Я понимаю, что он потрясающий человек, он сделал много, да, для России, наверное, не только, но для меня, в первую очередь, это папа. Это мой родной отец, с которым мы очень дружены. Он не только отец, да, но еще и друг. И вот эти полгода без него, ну, я очень по нему не скучаю. Я очень сильно переживаю за него, особенно сейчас, когда я не видел, это практически 2 месяца. Ну, слава Богу, вот, вчера все-таки меня допросили. Странно, правда, вызвали в качестве свидетеля, обвини со стороны обвинения. По славу Богу, вот, но тем не менее, с разрешением свидания медали, по приезду отсюда, я сразу же обязательно пойду к нему. Вчера вот, он у меня был очень красивый, в красивой рубашке, и даже мне удалось как-то там поцеловать его, чмокнуть, докоснуться хотя бы до него. Да, попустите, я не знаю больше, что еще бывает. Огромное спасибо Екатерине за такое эмоциональное...